Автомобильный ландшафт меняется очень быстро, что в Беларуси, что в России. И топ-10 по продажам все строчки занимают китайские автомобили. Мы не можем на это спокойно смотреть, и поэтому решили сделать рейтинг топ-10 китайских тачек, которые мы считаем достойны внимания. Итак, начинаем. Начнем мы с не совсем очевидной модели, с последовательного гибрида Voya Free. Да, этот автомобиль на родине, то есть в Китае, стал изгоем. Действительно, продажи одноклассников, ну автомобили такого типа, идут гораздо лучше. Этот кроссовер размером с X5 последних поколений продается гораздо хуже конкурентов. Говорят, что китайцам не понравился его дизайн. У нас в Беларуси у официального дилера такая машина с 5-летней гарантией или 100 тысяч километров стоит 36 тысяч долларов. Электрическая версия на 2 тысячи долларов дороже. Еще полгода назад цены были на 10-15 тысяч выше. Поэтому непопулярность Voya Free у себя на родине в Китае сыграла нам на руку. За эти деньги мы получаем здоровенный полноприводный кроссовер, который приятно и очень быстро едет, впечатляет напичканным и роскошным на вид интерьером. Честно, мы не в восторге от последовательного гибрида. Это как смартфон с хардкорными кнопками. Ни то, ни сё. Однако люди, которые раньше покупали машины типа Мерседес М-класса, Audi Q6, Lexus RX, легко пересаживаются на Voya Free. Не парятся по поводу гибридной сущности и даже не заряжают его. Просто заправляют топливо в бак и ездят, ну вот так вот и ездят на сгенерированной генератором энергии. На девятое место мы поставим кроссовер китайский Fav Bastion T77. Это своеобразный Tiguan-озаменитель. Длиной 4,5 метра с передним приводом, с полтора литровым турбомотором, мощностью 160 лошадиных сил на 18-х или 19-х колесах и системы стабилизации присутствуют. К нам поставляется в двух комплектациях. В бедной 4 подушки безопасности, в богатой 6. Кстати, багажник у него 375 литров. У богатой комплектации больше активных ассистентов, система кругового обзора и мультимедиа с увеличенным до чуть более 12 дюймов экраном. Стоят такие автомобили в базовой комплектации у дилеров 24 900 долларов, а в более богатой комплектации 26 800 долларов. Все просто, все понятно. Из всех машин, которые будут перечислены в этом рейтинге, Bastion T77 самый престарелый. Он появился в 2019 году, и поэтому у него внешность уже скучноватая. Подвески жестковатые, управляемость азиатская. Есть вопросы к шумо- и виброизоляции. Нет электрического подогрева руля. Но с надежностью у этого автомобиля проблем нет. Дилеры честно поддерживают гарантию. На восьмое место поставим еще один последовательный гибрид Li L9. Это заменитель японского и немецкого премиума. Действительно, сделан он очень неплохо. На борту у него жирный жир. Это огромный кроссовер длиной 5,2 метра, шестиместный. У него есть вентиляция сидений. Кресла раскладываются как шезлонги. Кстати, можно заднее кресло сложить, надуть опциональный матрас и превратить салон в кровать. Многие опции не снились даже Maybach. Еще раз повторю, что сделан он добротно. Ну, разве что по сравнению с Maybach кожа не такая благородная. Но на самом деле это один из лучших китайских премиумов. Стоит он недорого в самой жирной комплектации 70 тысяч долларов. Естественно, если сравнивать с немецким лакшери. Комфорт на борту этого автомобиля на высочайшем уровне, благодаря его пневмоподвеске. У Li L9 есть еще зачатки автопилота с радарами и полуторами десятками камер. Li L9 передвигается на электрической тяге, которую можно залить на зарядки. А также можно эту задачу поручить генератору с полуторалитровым бензиновым двигателем. Этот роскошный дворец разгоняется до сотки за пять секунд. Есть существенный минус. Автомобили Li L9 не продаются на экспорт. То есть у этой компании нет официальных дилеров за пределами Китая. И, соответственно, будут вопросы с гарантией, с обслуживанием и просто с техподдержкой. Бытует мнение, что автомобили Li L9 превращаются в кирпич после ДТП. Но так как эти машины уже достаточно много продано, то я думаю, что скоро эту проблему умельцы решат. Если среди китайских автомобилей модели попроще, но все еще премиальные. И эту задачу закрывает Exit бренд компании Chery. Собственно, на седьмом месте у нас и расположился Exit TXL. Это во всех версиях полноприводный кроссовер с совместительным салоном, приятной кожей, длиной 4,8 метра, большим багажником на 460 литров. А под капотом у него 1,6-литровый турбомотор, который развивает почти 200 лошадиных сил. Трансмиссия типичная для китайских автомобилей. Семиступенчатый преселектив с мокрыми сцеплениями. Скоро выглядит обновленный TXL и там будет 2-литровый двигатель, турбомотор, который будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом классической конструкции. Exit TXL укомплектован богато. 6 подушек безопасности, полный комплекс активной безопасности от EXP до системы предотвращения столкновений. Также есть система распознавания знаков. Есть подогревы сидений, панорамная крыша, обогрев лобового стекла и кучу-кучу-кучу опций. И все это завернуто в премиальные материалы и интригующую внешность. Хотя облик мог бы быть и поярче. Еще хвалят настройки подвески Exit TXL. Она хороша на асфальте, на виражах и даже по гравийным дорогам можно дубасить, не боясь пробоев. Стоит такой премиальный кроссовер в районе 44 тысяч долларов. Не расстраивайтесь, дальше пойдут машины попроще. На шестое место мы поставим кроссовер HVL Julion. Это, кстати, самый продаваемый китайский автомобиль в России в 2023 году. В Беларуси продажи HVL отстают от жили, но все равно топ-3. Этот кроссовер стоит от 20 тысяч 200 долларов до 30 тысяч 500 долларов. И такая разбежка в цене обусловлена не выбором двигателя. Под капотом всегда будет полуторалитровый турбомотор мощностью 160 лошадиных сил. В самой простой версии механикой передний привод, а в самой заряженной привод на все колеса и семиступенчатый преселектив с мокрыми сцеплениями. Julion крупнее, чем Coolray. Его кузов вытянулся в длину на 4,5 метра. У Coolray скромнее 4,33 метра. Естественно, у Julion салон просторнее, но вот выигрыша в багажном отсеке практически нет. 337 литров у Julion и на 7 литров меньше у более компактного Geely. Ну и естественно, если разложить заднее сидение, то Julion будет более вместительный. У кроссоверов HVL в базе 6 подушек безопасности, но вот регулировки рулевой колонки по вылету нет совсем. Среди минусов, на которые обращают внимание владельцы, это задумчивость семиступенчатой трансмиссии, а также глюки электроники. От бесключевого доступа для мультимедиа. И, кстати, у нас на сайте есть много запчастей, как новых, так и БУ, для ваших китайцев. Ссылки в описании. На пятое место мы поставили один из кроссоверов Cherry. Из кроссоверов Cherry 7 Pro Max. Это действительно золотая середина. Ну и название у него как у какого-то телефона. Но в действительности это большой кроссовер, 4,5 метра, с большим багажником на 450 литров, с просторным салоном, с полным, либо же передним приводом. Всегда под капотом полуторалитровый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил. С передним приводом идет вариатор, с полным приводом идет семиступенчатый преселектив. До 100 этот кроссовер в пустом состоянии. Разгоняется за 10 секунд. Естественно, если его нагрузить и посадить пассажиров, будет медленнее. С комплектациями у Cherry все стандартно. 4 подушки в базе, 6 богатых комплектаций. В богатых комплектациях есть подогревы всех сидений, адаптивный круиз-контроль, многочисленные электронные помощники, ну и светодиодная оптика. Из минусов у этой машины владельцы отмечают никуда не едущий мотор. А вариатор и семиступенчатый преселектив слегка ухудшают разгонную динамику. Расход 12-13 литров на 100 километров. Многим владельцам не хватает подсветок в салоне, а также логичного управления климатом и электрическим теном для печки. То есть пока мотор не нагреется, тепла в салоне не будет. Стоимость от 25 600 долларов до 31 660 долларов на данный момент. Эти кроссоверы Cherry пока в дорогих ремонтах не замечены. Все решается по гарантии. На четвертое место мы поставим электрический кроссовер BYD Song Plus. Этот кроссовер может быть только переднеприводным. Он 4,8 метра в длину и багажник достаточно вместительный 574 литра. Его двигатель выдает 204 лошадиных силы. А реальный запас хода 400-500 километров на 120 меньше, чем говорит производитель. Этот кроссовер достаточно богато нафарширован. Салон из эко-кожи, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша и так далее. Стоимость такого нового от 24 000 долларов до 28 000. Многие владельцы отмечают просторный салон, хорошую шумоизоляцию, комфортный ход. Действительно, у него шасси очень хорошо настроены. Люди пересаживаются на эти автомобили. Ну, например, с Тигуанов и Mazda CX-5. А вот эти автомобили стоят новыми примерно 40 000 долларов. Да, безусловно, на электромобили пересаживаются те, кто готов жить с розетками. У нас в Беларуси с этим, к счастью, проблем нет. Однако иногда в оживленных местах есть очередь на пистолеты GBT. Вообще, владельцы, которые откатали на этих автомобилях больше года, рассказывают только про приятные впечатления. Есть большой минус, что официальной гарантии на BYD в нашей стране нет. Ну, и так, топ-3. А вы знали, что в Китае есть крутая замена Lada SV Cross? Это автомобиль Dongfang, он же Aeolus Shine G-S, легко конкурирует с Lada SV Cross. Клиренс у него 21 сантиметр. В длину этот кроссовер 4,6 метра, что на 20 сантиметров длиннее Vesta SV Cross. Багажник на 674 литра, что на 200 литров больше, чем у Lada SV Cross. Под капотом либо полуторалитровый атмосферник мощностью с 117 лошадиных сил, либо его турбированная версия на 190 лошадиных сил. Моторы, заявленные, как сделанные в сотрудничестве с Honda. Трансмиссии только преселективные шестиступенчатые от GITRAC. Ну, а стоит такой кроссовер от 19 300 до 23 000 долларов. То есть он легко конкурирует с Vesta SV Cross и оснащен богаче. Система стабилизации есть от 2 до 4 подушек безопасности. В базе цифровая приборка и 13-дюймовая мультимедиа. Бесключевой доступ, камера заднего вида, круиз-контроль, климат-контроль и многое другое. В топовых версиях есть куча ассистентов. Беспроводная зарядка, обзор камер на 360 градусов и, конечно же, подсветка логотипа. Эти автомобили у нас в Беларуси очень бодро продаются. И, скорее всего, в скором времени составят конкуренцию самым популярным GLE. Ну, и на них реальная гарантия 3 года или 100 тысяч километров. Ну, и второе место у нас занимает GLE Coolray. Приличный компактный кроссовер, который закрывает нужды любой семьи. Он надежный, не ломается, не разваливается. Хотя антикоррозийку все-таки стоит сделать. Его полуторалитровый турбомотор реально надежный и разгоняет до 100 километров этот кроссовер за 8 секунд. То есть динамика у него отличная. У нас этот двигатель выдает 177 лошадиных сил. Coolray оснащается только 7-ступенчатой преселективной АКПП. Цена на этот кроссовер в нынешнем исполнении, то есть под именем Belgy X50, варьируется от 20 500 долларов до 24 100 долларов. Откровенно, пустых комплектаций нет. В базе две подушки безопасности, а в топовой версии их H6. Есть система стабилизации, мультимедиа с большим экраном и минимальный набор электроприводов включены в стандартное оснащение. Надежность Coolray присутствует. Немало грехов устраняли по гарантии, но все-таки на некоторые вещи надо обращать внимание. А об этом мы рассказали в нашем отдельном обзоре. На самом деле это авто реально стоит своих денег. Жили самые продаваемые автомобили в Беларуси, однако первое место по продажам занимает не кроссовер, а седан. Единственный М-Гранд, он у нас стал почти народным автомобилем. Единственный минус это то, что этот автомобиль выпускается только в кузове седан. Лада в этом плане поразнообразнее. Однако у М-Гранда нет проблем ни с поставками автомобилей, ни с комплектациями. В базе четыре подушки безопасности и система стабилизации, а также мультимедийная система, к которой можно подключить смартфон на андроиде и всевозможные регулировки. Но в такой комплектации М-Гранд будет стоить как хорошо заряженное Vesta примерно 18 тысяч долларов, а самая богатая комплектация 21 тысяча 200 долларов. Кстати, М-Гранд сделан классно. Он просторный и комфортный. Багажник 500 литров. Кстати, М-Гранд длиннее Vesta на 20 сантиметров. Двигатель один атмосферный 1,5 литра, который выдает 122 лошадиных силы. А в двух из трех доступных комплектаций М-Гранд идет шестиступенчатым автоматом. Эти машины уважают таксисты. Как говорят владельцы автопарков, М-Гранды даже лучше, чем корейские и немецкие аналоги. Масло мотор не жрет, коррозионная стойкость даже лучше. И вот эти машины без проблем пробегают по 150 тысяч километров за пару лет. Ну что же, каким бы маркам вы отдали предпочтение, а за какие китайские автомобили вы уже проголосовали кошельком? Обязательно напишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok